Девчонки, всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться мнением о двух этих продуктах для тела. Это масло от Johnson's и кондиционер для тела, смываемый от Nivea. У меня этот идет с медовым удовольствием, как написано. В общем, в принципе, эти два продукта довольно-таки неплохие. Мне они очень нравятся, но каждый нравится как-то по-своему. Мне все равно больше всего нравятся масляные текстуры, такие вот как Johnson's, к примеру, либо другие масла для тела. Это же средство мне очень понравилось, его запах вообще просто такой приятный, что его хочется просто скушать. Когда, допустим, нет времени после душа еще мазать что-то на себя, либо вы пришли с работы поздно, не важно. Допустим, нет у вас времени на все эти процедуры, и вот эта вещь спасает, конечно, на ура. Но у меня был просто случай, что дня три я просто валилась с ног, и как раз это средство мне пригодилось. Но из-за того, что я им пользовалась три дня подряд, у меня пошли какие-то высыпания по телу, и я его сейчас использую только для смягчения ног. Вот ноги после бритья, после эпиляции какой-нибудь просто супер. Они такие мягкие, шелковистые, и даже после вытирания полотенцем они остаются увлажненные. Но вот это вот масло, конечно, не знаю, меня спасает всегда. Я вот покупаю уже не первый тюбик. И вот это вот, конечно, мне не очень нравится с алоэ, тоже какой-то зуб на теле временами появляется. Но именно масляная текстура мне нравится больше. В использовании, конечно, чуть заморочиться нужно, чем вот с этим средством. Но все равно я им очень довольна. Я теперь понимаю, что всю продукцию, которую выпускаю для детей, она мне очень подходит. Мне очень и мыло подходит детские, и крема для детей. Я, допустим, и руки смягчаю, и ступни смягчаю именно детским кремом. Мне очень нравятся и запахи их, и то, как они работают. Пусть в них не очень много каких-то свойств, но они хорошо увлажняют и ухаживают за кожей. Вот то же самое это масло, оно мне очень нравится. Могу посоветовать для людей, у которых проблемная кожа также на теле, не только на лице, но и на теле. И это будет для вас спасение, если вы, конечно, не брезгуете вот этими масляными текстурами. Потому что, когда вы его наносите, получается, что вот этот вот масляный немножко след, пленка, остается какое-то время на теле. Я, в принципе, одеваю сразу пижаму, к примеру, там, либо какие-то домашние вещи, и это ничуть не мешает увлажнению кожи. Вот такой был, в принципе, обзор. Надеюсь, он был вам полезен. Если есть какие-то свои впечатления, какие-то свои мысли, пишите, конечно, в комментариях. Я буду очень рада. Всем спасибо за внимание и пока-пока!